Вот и суды не идут, зависли, и мы все вот лишены права, возможности... Пригласить, я вхожу в тот список 100 человек, которого также была под прослушкой, как организатор 5-6 октября событий 2020 года. Мне также хотелось бы выяснить, на основании чего суд дает разрешение на прослушку. Почему сегодня выискивают тех людей, которые организовали вот эти события? Это, вы знаете, это какой-то парадокс новой власти. Мы несколько раз обращались найти того человека, кто стрелял в машину экс-президента Алмаза Атамбаева. Следствие здесь ничего не может сделать, опять отмалчивается. Хотя человек зарисован был полностью на всех видеороликах нашей страны. Во всех видео на социальных сетях он был зарисован. Где этот человек, который стрелял в машину? Почему он был с огнестрельным оружием на площади? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем более, да, я была на площади... 9 октября. Я видела, какая толпа и чья толпа, и что они скандировали, когда они разгоняли тех митингующих, которые были на площади. Почему этих людей не призывают к ответственности, не прослушивают? Почему такие двойные стандарты сегодня у власти? Давайте, товарищи наши, уважаемые, новое руководство страны, придерживаются все-таки законодательных норм. А не то, что это ваши, эти наши, эти будем расследовать, эти будут сидеть, а эти будут получать чины и генеральские звания. Субтитры создавал DimaTorzok